Совсем недавно они вернулись с зоны проведения СВО, отвозили бойцам очередной груз. В этой поездке к представителям Ленинского отделения ветеранской организации «Боевое братство» присоединились побратимы из Норильска. Вместе они решили принять участие в проекте «Стихи живут повсюду». Эти слова, эти стихи, они от души идут. Это все ради наших ветеранов Великой Отечественной войны. Мы их уважаем, любим, бережем, храним память о них. И стараемся передать это нашему будущему поколению. Этот выпуск проекта «Стихи живут повсюду» приурочен ко Дню Победы. Поэтому не случайно представители общественной ветеранской организации «Боевое братство» для чтения выбрали стихотворение Сергея Михалкова «Мой боец». Ты зайдешь в любую хату, ты заглянешь в дом любой. Всем, чем рады и богаты, мы поделимся с тобой. Потому что в наше время, в дни войны, в суровый год, дверь открыта перед всеми, кто воюет за народ. Кто своей солдатской кровью орошает корни трав у родного Приднепровя, у донецких переправ. Никакое настояние между нами в этот час оторвать не в состояние, разлучить не в силах нас. Ты готовил пушки к бою, ты закапывался в снег. В Сталинграде был с тобою каждый русский человек. Ты сражался под Ростовом и в лишениях, и в борьбе. Вся Россия добрым словом говорила о тебе. Ты вступил на Украину, принимая грудью бой. Шла, как мать идет за сыном. Вся Россия за тобой. Сколько варежек связали в городах и на селе. Сколько валенок сваляли, только был бы ты в тепле. Сколько скопленных годами трудовых своих рублей. Люди честные отдали, только стал бы ты сильней. Землю эту, нивы эти, всей душой своей любя, Как бы жили мы на свете, если б не было тебя. Финал съемки очередного эпизода проекта «Стихи живут повсюду» стал довольно неожиданным. Прежде всего для руководителя Ленинского отделения общественной ветеранской организации «Боевое братство» Владимира Песоченко. Наградить памятную медалью общественной организации «Пограничное братство» за отличие в ветеранском движении Песоченко Владимира Леонидовича. Благодарю. Выписать протокол. Спасибо. Служу пограничному братству Российской Федерации. Почти 3000 километров разделяют Москву и Норильск, но эти люди объединились, чтобы помочь нынешним героям и почтить память героев Великой Отечественной. Максим Козлов, Сергей Ларин, Максим Константинов. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова